Поехали с опозданием на 5 минут. Мы начинаем. Все, поехали. Меня зовут Роман Парадеев. Сегодня я рассказываю про креянский рендеринг. Все знают, что такое? На курсе вы уже сталкивались с классическим веб-приложением. Работает оно по привычной схеме. У нас на сервере есть данные, есть разметка. Приложение все это схлопывает в единое HTML и отдает на клиент в браузер. Там остается только отобразить. И на этом задача браузера заканчивается. А мы рассмотрим второй вариант. Когда на сервере у нас есть шаблон, есть отдельно данные, все это раздельно прилетает в браузер. И браузер сам строит на основе шаблона и данных разметку. Зачем это вообще может потребоваться? Почему не делать так, как мы уже привыкли? У меня есть небольшая демка на уже знакомом вам приложении. Оп, заметок. А интернета нет, да? Не проблема. В таком случае у меня есть видео-демки. Вот так вот. Это сервис заметок, который писал Сережа Гоголев, наверное, с коллегами. Привет. И мы можем там делать следующее. Мы можем открывать список заметок, можем кликать на конкретную заметку, открывать ее полное представление. Заметка состоит из названия и описания. И вот мы это приложение накодили и думаем, кем молодцы, работает мгновенно, страничка открывается тут же. Но мы, как и многие молодые разработчики, забыли, что у пользователя, у него окружение не такое, как у нас. Это у нас сервер локально. Тут же мы страничку открыли в браузере. Пользователь, он едет в маршрутке, он поднимается в лифте, он в метро зашел наконец. И устройство у него там не последний Nexus какой-нибудь, хотя у него, не знаю, Motorola или Виндафон. И он работает медленнее. И мы можем немножко приблизиться к тем условиям, которые есть у клиента, открыв инструменты разработчиков в Google. Мы о них расскажем чуть позже. И замедлив сеть. Тут я выбираю троттлинг и настройку GPRS. Например, то же самое вы получите, скажем, в метро или в поезде. И после того, как мы перезагрузим страницу с замедленной сетью, мы увидим следующее. Страничка открывается совсем не мгновенно, а так шажками. И в среднем у пользователя будет так секунды три, чтобы переосмыслить вообще, чем он тут занимается. И вообще исследования показывают, что граница временная, в течение которой пользователь не отвлекается, не начинает чувствовать себя странно, копаться в телефоне или вообще уходить со страницы. Это 100 миллисекунд. А тут три с лишним. И происходит это почему? Потому что сеть – это самая медленная часть отображения нашей странички. Нам нужно отправить запрос на сервер, нужно получить HTML, отрисовать ее. Это все не быстро. При этом данные, которые нужны для отображения последующих страничек, а это список заметок, у нас уже есть. Мы их получили при первом запросе. Поэтому почему бы нам при нажатии на конкретную заметку не рисовать странички в браузере? Вы уже все работали с шаблонизатором Handlebars, только странички вы рендерили на клиенте. Сейчас мы попробуем затащить его в браузер. Так, что нам для этого надо? Это исходный шаблон. Если вы смотрели на приложение Awesome Notes, то вот так он выглядит. Что-нибудь видно сзади, нет? Что происходит? Body, header я опустил. Тут 2-2 вставки под шаблончики header и footer. Здесь цикл, в котором выводится список заметок. Чтобы мы могли рендерить весь HTML на клиенте, мы делаем вот что. Мы из основной разметки все убираем. Оставляем только корневой элемент. Можем ID ему задать. Туда мы будем подсоединять динамически сгенерированные HTML. А шаблоны мы выносим, но чуть позже. Значит, как это все будет работать? У нас есть шаблончики, которые мы откуда-то получили. Об этом мы поговорим позже. И у нас есть данные. Их нам тоже нужно будет забрать отдельно. Затем мы берем ссылку на этот корневой элемент и вызываем функцию шаблонизатора, чтобы сгенерировать HTML, и в Winner HTML эту штуку положить. Соответственно, вот здесь вся магия происходит. И способов задать шаблончик на клиенте у нас несколько. Самый простой способ – бахнуть вот такой вот скрипт. Только обратите внимание, у него тип не JavaScript, а кастомный. X-handlebars. И браузер к такому тегу относится очень спокойно. Он его не отображает. Зато мы сможем этот тег получить по идентификатору, получить его содержимое. И это будет наша, в общем-то, заготовка для шаблона. Дальше мы вызываем функцию handlebars compile, передаем тот шаблон, который взяли из тега скрипт, и рендерим HTML. Еще раз пройдемся. У нас есть на страничке индекс.html скрипт с типом x-handlebars, а в JavaScript мы берем содержимое этого скрипта и рендерим HTML. Такой подход прост. Можно сразу же начать. Там буквально нужно подключить один скрипт. Но неудобство налицо. Нам нужно все шаблоны подключить на одной страничке, и если приложение большое, мы в них очень быстро запутаемся. Логичным кажется разнести шаблоны по файликам, так же, как мы это делаем на сервере. И для этого нам нужно приложить чуть больше усилий. Это пример шаблона, как он будет выглядеть. Мы берем и выносим весь шаблон в отдельный файлик note.hbs. В данном случае он лежит уже в папке blocks. Там у нас лежат реиспользуемые блоки. И что мы с ним будем делать? Вот ключевая строчка. Мы загружаем его с помощью функции require, так же, как делали бы это в Node.js. Но из лекции про deploy вы все знаете, что никакого require в браузере нет, и нам нужно каким-то образом настроить сборку. Все любят вебпак? Кто не осилил вебпак? Нет? Все успели потрогать, наверное? В общем, нам нужно поставить еще один loader, то есть такую штуку, которая дружит в handlebars с вебпаком, и настроить конфиг. Здесь мы говорим примерно следующее. Все файлы, которые заканчиваются на hbs и которые участвуют в вызове require, мы должны прогнать через handlebars loader, то есть изготовить из этого шаблон. И после этого мы можем пользоваться чудесами клиентской шаблонизации. Это что такое? Это скриншот. Скриншот не нужен. А, да, это я хочу показать разметку приложения, как она будет выглядеть, потому что мы дальше с ней будем работать. Это шаблон основной части приложения заметок, то есть вот отсюда и вот досюда. Список и полный вид заметки. И здесь, соответственно, мы имеем маркированный список, где мы проходимся по массиву заметок, и дивчик с полным отображением заметки. При этом, обратите внимание, здесь стоит условие, если заметка выбрана. Очевидно, что когда мы первый раз отображаем список и еще не кликнули ни на одну заметку, здесь будет просто пустое место. Окей, идем дальше. Это функция render. Она будет отвечать за генерацию HTML. Нам нужно будет ее вызывать не один раз, поэтому мы обернем вот этот код функцию. Итак, что здесь происходит? Мы используем функцию require, чтобы получить шаблон, получаем ссылку на корневой элемент и дальше вызываем функцию шаблона, передавая в нее данные, а именно список заметок и обычную строку имя выбранной заметки, то есть той заметки, на которую мы кликнули в менюшке слева. Далее. Первый раз мы эту функцию должны вызвать с нулевой выбранной заметкой, то есть еще ничего не выбрано, при загрузке, при инициализации приложения. Приложение загрузилось, JavaScript оспарсился, запустился, надо уже что-то показать. А вот второй раз мы этот рендер должны вызвать тогда, когда пользователь кликнет на выбранный элемент, на выбранную заметку, потому что пока мы все рендерили на сервере, мы могли просто оставить всю нотку браузеру. Пользователь кликает на ссылочку, переходит по адресу, который указан в атрибуте href, то есть запрос идет на сервер, обратно возвращается заметка. Тут мы должны перехватывать эти клики. Мы их должны перехватывать, и если клик был осуществлен по элементу A, то мы говорим, нет, к серверу идти не надо, мы сами справимся. И делаем здесь такую штуку. В event target хранится элемент, на который мы кликнули, то есть наша ссылка. Текст контент содержимое, выцепляем имя ссылки, на которую кликаем, по ней ищем в массиве заметок, какую, значит, заметку нам надо отобразить, и заново перерисовываем всю страничку. То есть здесь вызываем метод render, уже передавая туда заметку, которую нужно отобразить справа. И этого кода достаточно, чтобы рендерить HTML на клиенте. Но вопрос в том, откуда у нас появятся данные, откуда появится вот эта переменная notes. И, как вы помните из лекции Сережи Воголева, мы запросто можем в экспрессе объявить ручку или адрес REST API. То есть такую страничку, которая будет нам отдавать не HTML, а JSON. Обычную строчку, в которой в виде JSON будут перечислены заметки. А в браузере, соответственно, мы можем воспользоваться модным новым API fetch, который работает как AJAX запрос, только более лаконичен. Мы обращаемся к ручке, получаем запрос, дальше парсим запрос, получаем из него настоящий JSON и вызываем render после того, как загрузили данные. И последнее, о чем я хочу сказать, это файловая структура. До изменений, пока мы рендерили HTML на сервере, файлы были расположены плоско, отдельно блоки, отдельно bundles — это странички, отдельно контроллера модели и роутера. Теперь у нас появляется код, который выполняется на клиенте и который выполняется на сервере. А значит, мы можем ввести двухуровневую структуру, когда все, что относится к серверу, мы храним отдельно, а то, что на клиенте, храним отдельно. Поехали дальше. Такой смайлик, я бы его назвал смайлик невдупление, он будет появляться еще два раза, и он означает, что сейчас мы посмотрим демку, а потом я хочу услышать ваши вопросы, потому что что-то явно должно быть непонятным. Поехали. Итак, это приложение, как оно выглядит после перехода на клиентский рендеринг. Вы видите, что у нас в разметке появился корневой элемент root, что означает, что все, что внутри, мы, в общем-то, генерируем в браузере. Ну, давайте, прежде чем ответим на этот вопрос, ускорили или нет, вопросы у вас какие-то есть? Что происходит? Катя, какие у тебя вопросы? Все понятно? Давайте, давайте, давайте. Что-нибудь? В целом, понятно, покивайте или головой помотайте. Кому непонятно? Дальше хуже будет. Поехали дальше. Не хотите? Ладно, вопрос. Ускорили приложение? Ускорили. На самом деле есть нюансы. Во-первых, если мы точно так же замедлим страничку и перегрузим страницу целиком, вот я нажимаю на кнопку reset, что происходит? Ты читал слайд, да, следующий? Твой слайд. А тут ничего не видно. Короче, загружаются все ресурсы. HTML, JavaScript, CSS, не знаю, честно говоря, будет или нет. Парсится и выполняется JavaScript. Выполняется запрос за данными отдельный с помощью fetch. И потом генерируется HTML. До этих пор пользователь не видит ничего. Он видит пустой экран, потому что у нас там корневой элемент, в котором ничего нет. И решение этой проблемы два. Одно из них правильное и сложное. Называется Universal Application или изоморфный JavaScript. Заключается в том, что мы все вот эти шаблоны один раз рендерим на сервере при первом запросе, а последующие запросы рендерим на клиенте и получаем лучше от двух миров. У нас первый запрос быстрый, последующий тоже быстрое. Но есть проблема, это сложно. Поэтому сегодня мы об этом говорить не будем. Сегодня я расскажу вам более простой способ, который используется много кем. Вставить индикатор заглушки. Это будет не совсем честный прогресс-бак, потому что вы не знаете, когда оно загрузится. Это будет напоминание пользователю о том, что приложение не умерло, что все работает, что стоит подождать. И вы все, наверное, видели такую вот штуку, да, в Google Почте. Это вот оно. То есть пока вся эта адская машина не завертелась, нам показывают прогресс-бар. И это хорошее решение, чтобы пользователь не пугался. Еще кое-что. Это на самом деле не все. Есть такая штука в инструментах хрома, называется enable paint flashing. Отрисовывать, обозначать фрагменты, которые перерисовываются на экране. И вы можете увидеть, что если мы тычем на заметку, то у нас перерисовывается вся страница целиком. Понятно, почему так происходит? Потому что мы функции render заново берем шаблон всей страницы, заново туда пихаем данные и все перерисовываем. Ну и я думаю, что объяснять не надо, почему это может выстрелить на больших сложных приложениях. Если каждый раз, на каждый чик, на каждый клик, на каждый скролл перерисовывать всю страницу. Будет не очень быстро. И тут у нас есть два решения. То есть надо избежать перерисовки всей страницы. И у нас есть два решения. Это код, как он выглядит сейчас. Значит, вся магия происходит вот здесь в рендере. И что мы можем сделать вместо этого? Мы можем изменения вносить вручную. Мы можем отказаться от шаблонизации и сказать, вот у нас изменилось имя и содержимое заметки. Давайте мы найдем узлы, в которые надо это поместить, и руками туда запишем, соответственно, имя и текст. И оно будет работать и будет работать быстро. Только писать такое медленно и сопровождать это медленно. То есть если мы будем каждую… Понятно, что здесь происходит? То есть мы говорим, к черту с шаблонизатор, мы будем руками в дом дерева вставлять те данные, которые получили. И это очень плохо масштабируется, очень плохо работает на больших приложениях. Потому что следить за этим всем действительно тяжело. Но есть второй подход. Как работает шаблонизатор Handlebars? Вот у нас есть предыдущая версия разметки, вот следующая. Нам нужно из первого состояния перейти во второе. Handlebars делает примерно следующее. Это псевдокод, на самом деле он так не делает, но типа того, он найдет старый элемент, создаст новый, вставит новый рядом со старыми, удалит старый. То есть изменит все дом дерева. И это медленно. Но мы можем придумать, как программисты, более умный, более интеллектуальный алгоритм, мы можем выявить различия, то есть те части разметки, которые действительно изменились. Вы можете вспомнить, что гид, он хранит свои коммиты так же, как разницу между тем, что было, и тем, что стало. Здесь принцип точно такой же. Красный цвет не видно вообще, да? И вот с таким подходом алгоритм у нас изменится. Здесь будет происходить то же самое, что мы бы делали руками. То есть шаблонизатор может сам точечно вносить изменения в дом дерева, только в те узлы, которые действительно изменились. И такой шаблонизатор у нас есть, он называется React. О нем мы сейчас будем говорить. Но поскольку React – это такая модная хипстерская штука, и eCmascript 1015 – это модная хипстерская штука, то надо сначала о нем поговорить. В общем, eCmascript 1015 – это стандарт языка JavaScript, который был принят в 2015 году внезапно, и который вы немножко уже знаете, кто-то лучше, кто-то хуже, но есть набор фич, которые нам понадобятся дальше, и поэтому мы по ним сейчас пройдемся. Первая такая штука – это константы. Константа – это та же переменная, только она защищена от записи. Вот в этот template name мы не можем потом записать другую строку. Ок? Окей. Идем дальше. Стрелочные функции тоже использовали на сервере. Смысл в том, что мы используем более лаконичный синтаксис для задания функций. Не пишем слово function, зато у нас появляется такая красивая стрелочка. Кстати, скобочки можно опустить, если мы передаем один аргумент, и вот эти скобочки можно опустить, если мы вытянем ее в одну строку. Далее начинаются штуки, которые вы, скорее всего, не видели. Улучшенный литерал объекта. Если у нас имя и значение объекта совпадает, мы можем не дублировать одно и то же и писать только название. Эти записи эквивалентны. Дистракторинг. Я не знаю, как оно переводится на русский. Я бы назвал это декомпозиция. Суть в том, что нам зачастую надо вытащить из объекта значение его полей и поместить в переменные. Вот таким вот образом. Вместо этого мы можем сразу при декларации переменных обернуть их в фигурные скобочки и как бы, не знаю, раскукожить объект в отдельные переменные. Далее параметры функций по умолчанию. Кто программировал на питоне? Кто программировал на питоне? Ёлки. Можно не объяснять, да? Идем дальше. Спред оператор. Кто программировал на питоне? Идем дальше. Модули. На примере показана функция max, которая принимает список аргументов и из них выбирает максимальный. А у нас эти аргументы лежат в массиве. И нам надо массив распределить как бы в список. И вот эти вот три точки, они говорят, давай-ка возьми массив и сделай вид, что это не массив, а три последовательно переданных аргументов. И мы сразу же можем отказаться от apply, который выглядит странным. Модули. Модули, тема сложная, я про нее много рассказывать не буду. Эти две конструкции эквивалентны. Так мы пишем в Node.js, так мы пишем в ES6 в браузере. Импортируем что-то из модуля, экспортируем что-то наружу. React. Начнем с синтаксиса, как задать шаблон или как в React это называют компонент. Самый простой способ это объявить функцию, которая принимает список параметров переменных, а внутри, как вы можете видеть плохо, находится html или что-то похожее на html. Тут написано div, hello, дальше в фигурных скобочках name переменная. И такой язык называется gsx. И это такая смесь html и javascript. И на ней писать, на мой взгляд, гораздо удобнее, чем на вот этих вот фигурных скобочках handlebars. Ну и, соответственно, функция render будет выглядеть примерно так же, как в handlebars. Мы передаем название элемента, которое совпадает с названием переменной, и элемент корневой, которому будем монтировать наш html. И тут самое веселое начинается. Браузеры-то не умеют ни gsx, ни ES2015, ну не все, по крайней мере. А значит, нам нужно что? Нам нужно випак опять, как сказать-то, вежливо использовать. Использовать випак надо, да. И мы ставим целый ворох зависимости. Зависимости – это плохо, но без них никак. Первый из них – это Babel Core. Это… ну что такое? Давай вот так. Babel Core – это компилятор. Его правильно называют transpiler, потому что есть там небольшая разница. На самом деле это компилятор, который переводит один язык – это gsx, либо ES2015 – в JavaScript. Далее Loader – это опять же мостик между Babel компилятором и вебпаком-сборщиком. А дальше идут два плагина. Сам компилятор модульный, он не про какие языки сам по себе не знает. Ему все равно, откуда, куда переводить. И мы ставим два модуля, чтобы познакомить его с gsx и с ES2015. Дальше. Мы заполняем конфиги. Конфиг для Babel, конфиг для вебпака. Здесь ситуация та же самая. У нас есть файлы с расширением JavaScript. Мы им говорим, что нужно определенный Loader на них натравливать. И после этого все работает. Ну или не работает. После того, как вебпак мы настроили, мы можем оформлять шаблоны вот в таком виде. Мы кидаем в отдельный файл выражение import react из модуля react и экспортируем функцию, внутри которой пишем почти html. Это пример более сложного компонента, который, ну что такое, который, во-первых, принимает параметры, это список заметок, а во-вторых, обходит их в цикле, чтобы построить меню. И здесь, кому не видно, можете поверить на слово, используется настоящий JavaScript. Здесь написано notes, map, дальше передается callback. То есть мы внутри этого JSX, внутри html можем еще и вставлять JavaScript снова, чтобы совсем было хорошо. И это на самом деле удобно, потому что в React нет никаких специальных конструкций, как в Handlebars. Мы можем просто использовать JavaScript. А вот то, что мне больше всего нравится в React. Обратите внимание, это шаблон верхнего уровня, шаблон всего приложения. И мы вынесли маленькие элементы в отдельные файлы. И используем их здесь, как будто это, ну, как будто это дом элемента с таким именем. А на самом деле это отдельные шаблоны. То есть мы можем декомпозировать задачу и разбить ее на маленькие. Это хорошо. О, смайлик с невдуплением. Я среди вас такие же вижу. Вопросы у вас какие-нибудь есть по React? Поехали. Есть ли такая фича элементы массива положить в переменную? Есть. Есть. Точно так же работает дистракторинг? Нет. Ты справа у тебя, слева у тебя пишешь const, дальше в квадратных скобках. В квадратных скобках ты перечисляешь переменные, которые тебе нужны. И они по порядку из массива, который будет справа от равно. Ну, сейчас я, ну-ка, секунду. Все равно будет выглядеть как-то так. Побольше? Как увеличить? Будет выглядеть как-то так. Ну, и, соответственно, переменная a будет равна 1 и b равно 2. Ок? Ок. Еще вопрос? После лекции. В полреквестах, да? Это что? Это пример того, как работает приложение, переписанное на шаблонизаторе React. Мы снова включаем троттлинг, включаем paint и бах, у нас перерисовывается только то, что надо. Круто? По-моему, очень круто. При том, что в приложении мы так же не задумываемся и перерисовываем весь шаблон целиком. Слушайте, ну, идем хорошо, поэтому давайте переходим тогда к архитектуре. В общем, хотелось нам очень рассказать вам, как все эти компоненты между собой структурировать и слепить из них настоящее приложение. Поэтому будем рассказывать про редакс. Итак, редакс такая штука, которая позволяет прозрачно и просто управлять состоянием приложения. Состояние приложения – это примерно как модельки, которые у нас были на сервере, но немножко больше. Во-первых, туда входят данные, которые мы получили от сервера в это состояние приложения. Во-вторых, к этому добавляется состояние UI, потому что мы кликаем на поп-апчики, выбираем какие-то вкладочки. У нас крутится прогресс бар, и нам все это нужно тоже отслеживать. И в-третьих, у нас появляется такая штука, где она появляется? Вот она. Такая штука, как данные, не синхронизированные с сервером. Мы создали ту же заметку на клиенте, еще не отправили запрос, у нас данные между сервером и клиентом рассинхронизировались. То есть состояние приложения на клиенте, оно сложное. И чтобы упростить работу с ним, мы не будем его разбивать по разным моделькам, а мы положим его в один большой объект, так называемое хранилище. И выглядит этот объект может так для нашего приложения заметок. Это список заметок, и это поле Selected Note Name – это имя выбранной заметки. Когда мы кликаем на список, на какую-то заметку из списка, вот она туда попадает. Итак, у нас есть один объект с данными, которые отвечают за все приложение в целом. Идем дальше. Состояние Read Only. Если мы работаем с модельками на сервере, мы можем обратиться к этой модельке и изменить какое-то поле. Здесь это не будет работать, потому что у нас слишком много источников изменений. У нас есть ответы от сервера, у нас есть пользовательские какие-то действия, у нас есть много всего. Если все эти компоненты будут непосредственно трогать вот этот документ с данными, мы не сможем понять, почему наше приложение изменилось, почему оно сейчас находится в таком состоянии. Поэтому мы вводим дополнительную абстракцию, что ли. Мы вводим понятие действия. И действия – это намерение что-то изменить, намерение изменить состояние приложения. Тут на самом деле я заспойлировал. Это вопрос был к вам. Какие действия могут быть в приложении заметок? Вот кроме вот этих. Добавить заметку, выбрать заметку. Что еще? Какие действия можно? Еще раз. Редактировать. Удалить. Да даже, скажем, сделать запрос к серверу, чтобы получить новые заметки и получить запрос от сервера. Это два разных действия, потому что нам в середине нужно показывать спиннер, лоудер, прогресс бар. Ну так вот, что такое действие? Действие – это обычные объекты, у которых есть одно обязательное поле, называется тип. По нему мы понимаем, что это за действие. И опционально могут быть к нему прикреплены данные, но не обязательно. Может быть действие без данных. Например, не знаю, какое действие может быть без данных. Вот есть select node, а есть, например, закрыть вообще, да, deselect node. Он будет без данных. О, тут я очень старался сделать заголовок. Вот эта формула, формула в математическом смысле. То есть, вернее, функция в математическом смысле. S – это состояние, а A – это action, действие. И тут я пытался выразить следующую мысль. Каждое следующее состояние приложения может быть определено на основе предыдущего состояния и действия. Еще раз другими словами. У нас есть состояние, то есть объект. У нас есть намерение, например, добавить вкладку, добавить заметку. И мы можем на основании текущего состояния и намерения вычислить следующее состояние. И логику, которая будет выполнять это преобразование, мы можем вынести в функцию, в самую обычную, простейшую функцию. И здесь встречается, значит, здесь использовано определение «чистая функция». Вам объясняли, что такое чистая функция? Нет? Чистая функция, как тут написано, обладает двумя свойствами. Во-первых, она детерминирована. Это означает, что при одном и том же входе, при одних и тех же аргументах, она всегда возвращает такое же значение. Ни о какой случайности внутри быть не может. А во-вторых, она не обладает побочными эффектами. Это означает, что она не пишет в выходной поток, а только возвращает значение. И она не модифицирует переменные из внешней области видимости. Вот эти три функции не являются чистыми. Первая функция содержит рандомизатор, то есть неопределенность, не детерминированная. Вторая функция пишет в консоль, не подходит. Третья функция использует глобальную переменную, тоже нам не подходит. Пример чистой функции я где-то потерял, поэтому давайте сразу к вопросу. Вот эта функция является чистой? Громче, 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 громче. Да, да, является. Нет, не является. А не является она потому, что сложные объекты, сложные значения передаются в JavaScript по ссылке. И вот этот вот массив notes, в который мы запишем новую заметку, он изменится в том месте, откуда мы вызывали функцию. Ок? То есть мы-то думали, что мы вернем новый массив, которым будет на один элемент больше. А на самом деле мы изменили исходный. Как исправить? Что сделать? Скопировать. Как скопировать? Создать новый и заполнить. Создать новый что? И заполнить. Ну да. Создать новый и заполнить. Но есть способ попроще использовать метод slice. Он создает срез. И когда мы не указываем аргументы, мы говорим, создай срез от начала до конца. В питоне вроде так же, да, делают? Нет? Что, делают? Нет? Дип копия. В JavaScript нет дип копия. Поэтому так. У нас есть более удобный способ. Это конкатенация. Конкатенация массивов возвращает как бы их сумму, что ли. Но при этом тоже создает новый. И у нас есть ECMASCREE 2015 и спред. И спред работает. Ну вот это точно в питоне есть. Спред работает так. Мы берем первый массив, его, значит, раскукоживаем в список. К нему добавляем еще один и получаем копию. Чистая функция. Отлично. Тот же самый пример, но с объектом. Чистая функция. Ребята, судьба вашего приложения зависит от этого. Чистая или нет? Громче. Нечистая. Потому что исходный объект стоит, а мы помним, это у нас объект. Он изменяется. Мы туда записали новое поле. Как починить? Скопировать. Как скопировать? Перечислить явно все поля, которые есть в исходном. Верно? Верно. Но также сложно. И если у нас изменится содержимое стейта, мы огребем. Поэтому мы используем новенькую такую штуку. Называется Object Assign. Она работает так. Мы берем первый аргумент, в данном случае это пустой объект, и нашпиговываем его полями из всех последующих аргументов. То есть, по сути, мы берем state, копируем его, и в него еще записываем поле selected notename. И вот это рекомендуемый способ объединять массивы. И вот мы подходим к функции, которая принимает предыдущее состояние, принимает действие и возвращает на основе этого новое состояние. Называется она Reducer, но все не так плохо. Функция простая на самом деле. Внутри есть один большой свитч, который на основании типа действия предпринимает ту или иную операцию со стейтом. Обратите внимание, очень важно. Дефолтный кейс. Если Reducer не понял, что за событие ему передали, он его не знает, то он возвращает в предыдущее состояние, и никакое изменение к нему не применяем. А вот так выглядит наш Reducer для заметок. С использованием тех функций, что мы на предыдущих слайдах с трудом делали чистыми. Соответственно, при добавлении новой заметки мы клонируем state, а в notes записываем опять же дополненный массив с заметками. А при выборе заметки просто пере… Чего мы тут делаем? В select note мы копировали опять же state и перезаписывали поле selected note name. И в идеале в вашем приложении на редаксе вся бизнес-логика, вся логика по преобразованию состояния будет находиться в одной функции или вынесена оттуда в какие-то дочерние функции. Вы можете представить, насколько просто тестировать эту функцию. Нам не нужно, скажем, подменять базу данных, создавать какую-то фейковую базу данных, не нужно работать с HTTP-запросами. У нас есть объект и есть еще один объект. Мы их передаем, проверяем выход. Тестировать на самом деле очень просто. Теперь переходим к практической реализации. Нам как-то в приложении надо, во-первых, иметь возможность отправлять эти действия, инициировать их, а во-вторых, подписываться на изменение события. То есть, скажем, какой-то компонент приложения должен понимать, что состояние приложения изменилось и обновляться. И для этого мы оборачиваем состояние, то есть обычный JavaScript-объект, в хранилище. Хранилище — это реализация паттерна event emitter. Вы его реализовывали на первом курсе на прошлом. И знаете примерно, что должно быть? У объекта есть два метода. Подписаться. То есть мы можем подписаться на объект, то есть передать функцию, которая будет вызываться каждый раз, когда состояние приложения изменится. И второе — dispatch. Ну или по-другому — trigger или что еще там было. Это вызов события. И в событие мы передаем наше действие. Ну и, собственно, как нам набраться из хранилища до состояния? Мы вызываем метод getState. И он возвращает весь этот развесистый объект с данными, со списком заметок и с выбранной заметкой. Как с этим всем жить? Мы создали хранилище. А дальше функцию render мы вызываем. Здесь, к сожалению, очень плохо видно. Мы вызываем тогда, когда будет изменено состояние. То есть мы подписываемся на изменение события и передаем туда функцию render. То есть каждый раз, когда состояние приложения будет меняться, мы будем заново рендерить наш элемент, при этом передавая в шаблон все состояние целиком. Вот так вот. Что дальше? Ага. А второй вопрос — когда нам нужно dispatch события? Когда нам нужно инициировать те самые изменения? И первый вариант — когда мы получили ответ от сервера. Мы вызвали метод fetch, получили ответ. И оттуда, изнутри, когда мы распарсили JSON, мы можем вызвать метод dispatch. При этом что произойдет? Изменится состояние, и все подписчики хранилища оповестятся. Это вызовет метод render. И второй источник событий в нашем приложении — это пользовательские действия. Я забыл сказать, в React есть такое специальное свойство, онклик и еще куча других. Оно позволяет перехватывать события. Соответственно, когда пользователь кликает на ссылку, вызывается функция онклик, а функция онклик будет реализована так. Мы берем, опять же, ими заметки и dispatch события. Диспатчем действия. Я очень быстро, на самом деле, пробежался. Это конец. Больше я вас мучить не буду. И можно задавать финальные вопросы лекции. Единственное, что у меня есть еще, один слайдик, это приложение на редаксе, где в редюсере, то есть функции, которая преобразует состояние, я в самом начале поставил логирование событий. Поскольку все события у нас проходят через одну функцию, мы очень просто можем понять, что в приложении происходит. Вот гляньте на консоль. Все действия, которые происходят в приложении, выводятся на экран. Мы их можем сериализовать. И что самое классное, мы их можем воспроизвести. И Дэн Абрамов, который является создателем вот этой вот архитектуры, он находил очень много инструментов для разработки, которые позволяют в том числе на горячую заменять модули. То есть у вас открыто приложение, вы на сервере подменили модуль и отправили его туда. Позволяет путешествовать во времени. То есть какие-то из событий можно будет откатить назад, изменить, а потом обратно. И на самом деле опыт разработки, то есть насколько разработчику будет комфортно, ставится в редак сего главу угла. Ресурсы. О, еще один появился. Первая ссылка это, к сожалению, все на английском, поэтому извините. Первая ссылка на обзор фич в ECMAScript 6. Getting Started Redux – это набор коротеньких, от двух до шести минут видео от создателя фреймворка по тому, как им пользоваться. Очень хорошая документация. И Awesome Redux – это репозиторий на GitHub, на котором собрана просто куча ресурсов по теме. Вот на этом у меня все. Все, 40 минут. Спасибо. Вопросы? Fetch. Я надеялся, что… Это гет, который возвращает промис. Куда он? А сделать пост? Вот я, к сожалению, не знаю. Там одну из двух. Либо можно, либо нельзя. Я не курил. Но всегда есть возможность откатиться к XHR request и сделать пост запрос там. Хорошо ответил. Дальше. Будет выложен код приложеньки, уже есть pull request. Вот можно его вмерзить и смотреть. По коммитам разбитые стадии handlebars, react, redux, все есть. Ну, ну. Что там в пробке? Ну, давайте, давайте, давайте. Еще пару вопросов и пойдем по домам. Индивидуальный? Я женат. Нет. Нет вопросов, значит, по домам. Всем спасибо.